Друзья, еще раз всех приветствуем, вот только что в новостях послушали мы о том, что более половины 47 региона занимаются физкультурой и спортом, самое время об этом самом спорте и поговорить. Меня зовут Дмитрий Богданов, рядом со мной Эдуард Дворкин, приветствую. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, дорогие друзья. И давайте представим наших гостей сегодня. У нас сегодня в гостях главный тренер сборной Санкт-Петербурга под Хэквондо Илья Пак и его замечательный подопечный бронзовый призер Олимпиады под Хэквондо в Токио 2020 Михаил Артамонов и Лилия Хузина. Она сегодня у нас как не только победитель первенства Европы и чемпионка России, но и победительница первой в истории всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов России 2022 года. Эта спартакиада у нас вот стартовала буквально на прошлой неделе по всей стране. И почему сегодня именно Токио Квондо, Дмитрий, дорогие друзья, потому что Токио Квондо Питерская одержала победу в общекомандном зачете на соревнованиях в рамках спартакиады сильнейших в Москве. Ну, а значит, можно поздравить? Конечно, да. И Петербург на втором месте в общекомандном зачете. Спартакиада Дмитрий будет идти аж до 2 октября. Она еще только разгоняется. Но у нас уже есть победы. Медали в фехтовании, медали в мужском волейболе. Понятно, что грандиозные победы в Тхэквондо. Петербург на этой неделе принимает сразу три вида спорта. Парусный спорт, велоспорт. Вот сегодня только что Борис Михайлович Петровский, вице-губернатор, открыл соревнования на Крестовском острове в центре велоспорта Локас Финкс. И турнир по плаванию идет вовсю в центре водных видов спорта. Невская волна. Ну, успеть бы посетить все эти спортивные мероприятия. Ну, давайте об Олимпиаде немножко, потому что наверняка многих заинтересовало. Ничего себе, олимпийский призер у нас здесь. С момента выступления Михаила на Олимпиаде около года прошло. Можно ли говорить о прямом влиянии вот этого олимпийского успеха на интерес у жителей, у населения? Проще говоря, увеличилось ли количество занимающихся Тхэквондо? Добрый день всем, кто смотрит. Ну, спустя год могу сказать, что да, интерес увеличился. Люди идут в Тхэквондо заниматься. Ну, по крайней мере, точно не упал, это я знаю. И Тхэквондо развивается, эти олимпийские медали дали толчок к тому, чтобы продвинуть этот вид спорта. Тем более, когда посещаешь такие мероприятия, как радио «Зенит», люди слушают, люди узнают. Поэтому я уверен, что повысилось. Михаил, ты сам понимаешь немножечко, что твой статус поменялся. Ты стал таким олимпийцем, как бы публичным человеком. Ты принимаешь участие в различных акциях. День флага в прошлом году ты поддерживал. В этом году День флага ты поддерживал в рамках мероприятий в своей школе «Комета». Ты вот чувствуешь свою какую-то, ну, такую спортивную гражданскую ответственность. Может, как бы это ни было высоко сказано. Да, да. Ну, вот с того момента, как я стал призером Олимпиады, ответственность намного увеличилась. В том плане, что я олимпийский призер. Теперь я на разные мероприятия езжу. Должен относиться ко всему, к этому более профессионально. В этом плане, да, тоже жизнь немного усложнилась. Скажу, пожалуйста, есть какая-то магия цифр? Ты стал первым медалистом в Токио 2020 от нашего любимого Санкт-Петербурга. Стал третьим. И на Спартакеаде сильнейших ты тоже стал третьим. Есть какая-то здесь логика цифр, какая-то загадка? Или все-таки вот так получилось, потому что ты выступал в Москве, сейчас на Спартакеаде сильнейших, как нам сказал до эфира Илья, пока в новой весовой категории для себя? Честно говоря, я считаю, что загадки никакой нет. Что на Олимпиаде, что на Спартакеаде я пытался занять первое место. Просто получилось так, что и там, и там я стал третьим. Но система похожа. Также проигравший может бороться за третье место. Поэтому считаю, что везде надо стремиться выиграть соревнования. Поэтому не может быть никакой магии чисел. А есть такая мысль, я часто слышал, что третье место лучше, чем второе, потому что вторым быть обиднее, потому что чуть-чуть не дотянул. Есть такие мысли? Честно говоря, если бы вот так произошло, я стал бы второй. Больше был бы рад? Ну, наверное, был бы больше рад на самом деле. Потому что это все-таки на одну позицию выше для меня. Это чуть больше повод к радости. Но все равно даже вот то, что получилось третье место, так как оно вышло, я все равно доволен, потому что большая работа была проделана к этой Олимпиаде, и к Спартакеаде тоже, и то, что я стал третий, это тоже достаточно ценно. А новая весовая категория, ты к ней шел год? Да, в течение года я пробовал стоять с соперниками потяжелее, старался где-то, может быть, немного по массе прибавить, но в то же время слишком много не набирать, чтобы мне было тяжело. И вот сейчас я выступал, я был с недовесом, я весил 66 килограмм. И я чувствовал это по скорости, по скорости в этой весовой категории, что они более медленные, но удары у них более сильные. А для меня важный параметр в борьбе с соперником – это скорость. Если я успеваю увидеть его удары, увидеть движение соперника, то я чувствую себя более комфортно, и мне легче вести поединок. Спасибо, Михаил. Илья, давайте вернемся теперь к вам, как к главному тренеру сборной. Расскажите в целом, как выступили петербуржцы. Понятно, у Миши третье место, влили золото. Потому что были еще ребята из других школ. Не все смогли добраться до пьедестала, но все внесли свой большой вклад в эту замечательную, прекрасную победу. Добрый вечер еще раз. Дело в том, что попасть на эту «Спартаке» от сильнейших нельзя просто так от Санкт-Петербурга. Там были специальные критерии, и поэтому там действительно были все сильнейшие, включая наших олимпийских призеров и чемпионов. От Санкт-Петербурга попало 14 человек. Была действительно проведена целенаправльная подготовка. Спасибо комитету, который обеспечил нас полноценной подготовкой. Дело в том, что я считаю, что мы не добрали три медали, к сожалению. Во-первых, Михаил мог и должен был выходить в финал. Действительно, он сейчас это не говорит, но это есть. Во-вторых, у нас, к сожалению, представитель спортшколы «Невские звезды» Паша Цыганков проиграл бою за третье место, совсем чуть-чуть уступил. Щербакова Полина училища Олимпийского резерва номер один тоже совсем чуть-чуть уступила, но выиграла очень сильную спортсменку в предварительных боях. И, конечно, Дима Шишко, представитель «Кометы». Поэтому тоже упустил медаль. Но, опять же, соревнования очень сильные, очень сильные, и было очень чувствовалось напряжение. Организовано, конечно, было на высшем уровне. — Лилия, вам слово. Давайте к вам наконец-то приступим. Замечательная спортсменка, красивая девушка. Ваши ощущения от спартакиада сильнейших? — Да, атмосфера вообще. Хотелось бы, чтобы люди поняли, что такое спартакиада. Много о ней в последнее время говорим. — Добрый вечер. Я выступала в спартакиаде в более высокой весовой категории, чем моя. То есть это 67 килограмм, олимпийская весовая. Это было первое выступление. В данной весовой категории очень волнительно. Очень долго шли разговоры об этом событии, об этой спартакиаде сильнейших. И, конечно же, очень хотелось выиграть, потому что статус был поставлен высокий. И была проделана очень большая работа с личным тренером. Очень благодарна за этот результат. Это наше с ним вместе победа. Но достаточно тяжело было выступать в более высокой категории, потому что девочки по весу уже больше, и это чувствуется. Но вот получилось, как получилось. Очень довольна. — Слава Богу. Поздравляем. А теперь какие дальнейшие спортивные планы? — Сейчас у нас будет соревнование Кубок Президента Союза Дэквондо России в Черкесске. Мы выезжаем, вылетаем как раз завтра утром. — Успели перехватить сборную Диму мы с тобой. — Очень вовремя. — Да, молодцы. — А затем с 25 сентября стартует чемпионат России в Дэквондо среди взрослых. Вот, готовимся к чемпионату. — Где пройдет Илья чемпионат? — Город Нальчик. — На Кавказе. — То есть из тепла в тепло. Полетите. Мы очень скоро вернемся, дорогие друзья. Не забывайте, что вы также можете задавать свои вопросы. Наш WhatsApp к вашим услугам. Плюс семь девятьсот двадцать один пятьсот семьдесят ноль восемьдесят девять и семь. Сразу после короткой паузы спортивная столица продолжится. Спортивная столица Как? Путешествовать сейчас по свету? Спокойствие. У нас есть метод. Метод Олега. Правила путешествий. Авторская программа Олега Афрамеева на Радио Зенит. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Олег Афрамеев. Дайджест новостей и актуальные советы путешественникам. Разбор полетов, а также походов и поездок. Интересные гости из мира туризма. Правила путешествий. Метод Олега. Отдыхаем с умом. По субботам в двенадцать ноль пять на Радио Зенит. Реклама. Много мебели не бывает. Бывает. Богатырь отвечает. Богатырь. Мебельный центр на Богатырском 18. Качественная мебель от известных фабрик и брендов. Просторная парковка. Бесплатные маршрутки от метро. За мебелью в Богатырь. Богатырский проспект 18, корпус 2. Готовьтесь к хоккейному сезону летом. Больше матчей в Ледовом дворце. Больше эмоций и впечатлений. Больше отличного хоккея. СКА уже открыл продажу абонементов. Стандартный. На все 34 домашних матча регулярного чемпионата. Все включено. В который также входят игры плей-офф. И наборный. В котором вы сами решаете, какие игры хотите посетить. Занимайте свои места. Приобретайте абонементы на ska.ru. Категория 0+. Диван.ру объявляет последнюю распродажу лета. Только до конца августа. Стильная мебель со скидками до 70%. Заказывайте на сайте или в фирменных магазинах диван.ру. Угрен 119-77-465-37-185. Город Москва. ООО «Дивантрейд». Телефон рекламной службы «Радио «Зенит». 321-88-44. Спортивная столица. Итак, друзья, мы продолжаем. В гостях сегодня у программы «Спортивная столица» спортсмены «Шоркомета» Лилия Кузина, Михаил Артамонов, а также Илья Пак, тренер по тхэквондо. Говорим, конечно, об этом виде спорта, об этом виде единоборств. И остановились мы на том, что уже буквально на днях очередной турнир. Хватило времени отдохнуть, Лилия? Хотелось бы, конечно, побольше, но, в принципе, да, пару дней и на тренировку. А сколько вообще нужно времени, чтобы восстановиться, чтобы максимально комфортно было участвовать в очередном? После старта, ну, по мне так, это дня четыре, и можно приступать полноценно к тренировкам, к сгонке веса. Илья, скажи, пожалуйста, календарь мероприятий тренировочных всероссийских уже расписан до конца года. Мы понимаем, что сейчас нет международных стартов, и спартакиада сильнейших – это вот такой большой, мощный призыв к тому, что спорт продолжается, и спортсменов в России будут поддерживать. Сейчас у нас новые реалии, новые цели, новые задачи, нам нужно перестраиваться. Конечно, на сегодняшний момент отсутствие международных соревнований – это дает определенное влияние, но в любом случае я могу сказать, что за счет увеличения объема тренировочной нагрузки, что мы сделали, и плюс сейчас у нас достаточно много всероссийских соревнований, которые расписаны, ну, прошла у спартакиада сильнейших, будет чемпионат России, и еще два-три будет всероссийских соревнований, которые организованы на самом деле. На очень высоком уровне. Поэтому, в принципе, мы стараемся держать марку для того, чтобы быть в форме и в любой момент, как говорится, дать всем, всему миру показать, что мы есть. И осенью будет в Петербурге Кубок Балтийского моря под Хаквандо? Традиционный турнир. Он будет в ноябре, 18-20 ноября. Он как раз в рамках подготовки. Большой турнир, который будет проводиться в Сибур-арене. Там будут проводиться дети, юниоры, взрослые. Поэтому с удовольствием приглашаю всех желающих прийти и посмотреть на наш прекрасный вид спорта. То есть на тренировочном процессе, по сути, да, если обобщить немножко, отсутствие международных соревнований мало сказывается, правильно? Нет, оно сказывается, но мы стараемся нивелировать. Именно за счет тренировочных боев. Недавно на тренировочном мероприятии сборной России была проведена матч-восстреча России и Иран, где принимали мы участие. Далее вот сейчас спартакиада сильнейших. Далее будет у нас в составе национальной команды тренировочное мероприятие в Мексике. Кто поедет? И Лиля, и Михаил? Да, Лиля, Михаил и еще два представителя нашей команды. Дмитрий Шишко планируется и Владимир Гриценко. Они поедут туда, будут тренироваться со сборной Мексики. Поэтому на сегодняшний момент государство делает все для того, чтобы нивелировать вот это отсутствие международных соревнований. И в принципе качество работы на спартакиад сильнейших, ну я считаю, что нет, мы на уровне, нормально. Михаил, вам вопрос хотелось бы задать, потому что я примерно представляю, как Илья ответил бы. Привыкли слышать, что восточные единоборства, помимо физического самосовершенствования, несут в себе мощный философский заряд. Чему нас учит тэквондо в этом философском смысле? Какое у вас мнение? Ну я считаю, что тэквондо, оно делает сильнее в первую очередь, потому что постоянство тренировок, дисциплина, да, закаляет дух. В то же время воспитание, тренера постоянно рассказывают, как, что делать, как надо себя вести. Поэтому воспитание и дух есть. И вне тренировок, как себя вести тоже. Ну и вне тренировок, это же все, ну, жизнь и спорт, она как-то перемешивается, и учишься у взрослых наставников, как себя вести. Со скольки лет лучше приводить родителям детей в секцию тэквондо? Здесь есть много мнений. Мое мнение, все-таки, там, в 5-6 лет отдать какие-то смежные виды спорта, спортивная гимнастика, акробатика, возможно, плавание, какие-то игровые виды спорта для того, чтобы развить координационные способности ребенка, физически его укрепить. Ну, где-то, думаю, лет 8-9 это будет нормально, если есть какая-то подготовка. Хорошо, вот пример, ребят, Лили и Миша, вот, как они начинали? Расскажи, пожалуйста, чтобы люди понимали, как становятся чемпионами. Как попадают в тэквондо, да, и становятся чемпионами. Ну, Михаил, он, на самом деле, занимался там настольным теннисом, футболом, пришел в 11 лет. На самом деле, на сегодняшний момент это достаточно поздно. Вот, ну, попал в хорошие руки Даня Михайловича Югаев, который его смог воспитать, и который по сей день его курирует и ведет, и по жизни, и в спорте. А вот Лилия, это более классический вариант, она занималась танцами, причем достаточно успешно и достаточно долго. И вот эта пластическая гибкость, ну, по моему мнению, она как раз дала ей возможность индивидуально выделиться среди остальных соперниц. Ей было непросто, она первые соревнования среди кадетов проиграла, а дальше, вот это 13 лет было, а дальше с 14 лет она, ну, все свои соревнования, можно даже так сказать, все, по крайней мере, на уровне России, она выигрывала. Ей сейчас 19 лет, и, по-моему, 5 или 6 раз она первенство России выигрывала, да? Ну, первенство, это было, по-моему, 7 или 6, да. То есть, да, вот она пришла именно с хорошей подготовкой уже, физической и технической. Танцы прекрасно, да, то есть можно и человека на ринге одолеть, и тик-ток снять какой-нибудь интересный с танцами. Вообще, Лилия, к вам вопрос. Единоборство вообще ударное, и к тому же, да, в нашей стране редко ассоциирую с девушками, уже менее редко, но все-таки, согласитесь, да, редко. Насколько это утверждение соответствует истине, и как удается справляться вот с предрассудками такими, чтобы посматривали как-то не так, поменьше? Ну, хочу отметить, что раньше это было более заметно. Сейчас уже есть такое, что люди спрашивают, а каким видом спорта занимаетесь? Я отвечаю Тэквондо, и сразу же идут в бой вот эти вот шутки. Ой, какая опасная девушка, с вами шутить очень опасно, не будем. Ну, так посмеяться и дальше пойти, ничего такого криминального. Ну, знаете, то, что говорит Лилия, напомнила рассказ в студии «Радио Зенит» Саши Ордена, чемпионки по боксу. Напомните. А она тоже рассказывала, что такие шутки были со стороны мужского пола. Ну, она такая же, как и Лилия, симпатичная девочка, только блондинка. И занимается. И сейчас у нас, кстати, в эти дни в рамках «Спартакиада сильнейших» наши девчонки выступают по боксу, и мы тоже будем болеть за них. И наверняка пригласим их в студию, когда они вернутся, дай бог, с медалями. Да, с медалями и с минимальным количеством синяков, что тоже хотелось бы видеть. Ну, а вообще, тэквондо считается травматичным видом спорта. Вот мы про детей говорили, да? Не боятся родители? Насколько, да, его можно считать травматичным? Ну, на сегодняшний момент, действительно, у нас такая система защиты, шлема с маской, ну и так далее, там, накладки на руки, на перчатки, что при правильном введении тренировочного процесса, особенно на детском уровне, то риск травматизма, он минимален. Действительно минимален. Ну, если тренер, конечно, форсирует подготовку, начинает там неподготовленного ребенка ставить спарринги и так далее, конечно, риск травм повышается. Но в данной ситуации я могу сказать, что в Санкт-Петербурге средний уровень профессиональной подготовки тренеров, он достаточно высок. Поэтому последние годы, там, последние, наверное, лет 10, мы входим, слава богу, в число лидеров российского тэквондо, что вот результат спорта-киада и доказали. Поэтому я считаю, что риск травматизма невысок. Ну, если с другими видами спорта сравнивать, то уж точно не выше. Нет, здесь дело в том, что здесь дело даже не в виде спорта, здесь зависит многое от тренера. Если тренер грамотно ведет педагогический тренировочный процесс, то риск травматизма, он будет, конечно, будут какие-то травмы, но он минимален. Ну, у нас на дворе 1 сентября, Илья. Как родителям прийти вот в школу Комета на отделение тхэквондо, тхэквондо, показать ребенка, как-то записаться в группу начальной подготовки? Сейчас комитет государства нас поддерживает, и действительно у нас в школе, если я не ошибаюсь, 6 групп будет или 7 групп будет набираться в группу начальной подготовки на бюджетной основе, не только в нашей спортшколе, это есть и в других спортшколах. Ну, я думаю, что это банально просто, просто зайти на сайт, увидеть, ну, в данной ситуации... На сайт Кометы. На сайт Кометы, да, на сайт спортшколы Кометы, и там будет действительно адреса спортзалов, но в данной ситуации я точно знаю, что на улице Главная 24, это в Приморском районе, там каждый год ведется набор, детей проводится отбор, и наиболее способные дети попадают на бюджетной основе на тренировки. Сколько всего спортсменов занимается под хэквондо в школе Комета? В школе Комета там 470 человек, что-то вроде 474, может быть. Весомая цифра, Дмитрий. Да, да, да. Михаил Юлия пишет, наша слушательница, каково это держать в руках олимпийскую медаль и стоять на подиуме? Видимо, имеется в виду эмоции. Свежи в памяти? Ну, в момент, когда я вот на пьедестале был и держал эту бронзовую олимпийскую медаль, я чувствовал больше, ну, расслабление, что ли. Ну, вот, проделано большое количество работы, там, с 2015-2016 года. Ну, тренировались, готовились, в принципе, к этому. Вот, и перед олимпиадой было ощущение, что надо сейчас выступить на максимум, вот, выжать все, что могу. Вот, и когда я занял третье место, да, ощущалось, что это не первое, конечно, место, не чемпионское, но в то же время было расслабление, что я занял медаль, что я стоял в честь страны, вот, и в какой-то мере гордость. А так, ну, как-то, я не знаю, было ощущение, что, ну, слава богу, отпустило. Но мы до сих пор гордимся тобой и поздравляем твоего наставника. Он в июле месяце, ему предсуждена государственная награда за подготовку тебя как бронзового призера. Илья, наше поздравление. Спасибо. Ну, что, давайте прервемся. Перед этим я напомню, друзья, что вы можете задавать свои вопросы. Наш WhatsApp, конечно же, к вашим услугам. Плюс семь, девятьсот двадцать один, пятьсот семьдесят ноль, восемьдесят девять и семь. Спортивная столица продолжится после короткого выпуска новостей. Спортивная столица. Радио «Зенит». Новости. В студии Роман Никитин. Здравствуйте. Марат Хайрулин, Марат Куснудинов и Дамир Жафяров могут стать основной ударной силой СКА. В этом уверен Роман Ротенберг. Главный тренер петербургской команды высоко оценил игру первой тройки нападения в матче против Северстали. Напомню, накануне армейцы обыграли Череповчан на турнире Пучкова со счетом 4-1. Тем временем, петербургская «Динамо» стартует на предсезонном турнире. Завтра в рамках соревнований имени Шилова, которые пройдут в нашем городе, белоголубые сыграют против Югры. О биатлоне. Еще один россиянин пропустит этап Кубка Содружества. В первом раунде соревнований не примет участие Светлана Миронова. И к новостям нашего города Чернышевскую закроют на реконструкцию в четвертом квартале нынешнего года. О датах старта работы информирует телеканал 78 со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Все подробности через полчаса на 89,7. Слушайте Радио «Зенит». Слушайте Петербург. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас в гостях главный тренер сборной Санкт-Петербурга под Хэквондо Илья Пак, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио 2020 и бронзовый призер нынешней спартакиады сильнейших спортсменов России Михаил Артамонов. И победительница спартакиады сильнейших 2022 Лилия Хузина. Мы еще раз вас поздравляем, благодарим за тот вклад, потому что сборная Санкт-Петербурга заняла первое общекомандное место на этой спартакиаде. И благодаря этому, в том числе и победам по другим видам спорта наших спортсменов, Санкт-Петербург как регион идет вторым в общем зачете среди субъектов федерации. Илья, если вот мы сейчас говорим все хорошо-хорошо, но есть же какое-то понимание, чего-то не хватает. Каких-то может быть... В тренировочном процессе или в рабочем процессе? Ну, во всем. Есть какие-то вот... Замечания. У тебя стремление какой-то мейнстрим? Я бы, конечно, хотел, чтобы наши петербургские дети, они очень, на самом деле, действительно уникальны, отличаются. Это мое, правда, субъективное мнение. Они очень умные, они очень воспитанные. Я бы хотел, чтобы они были более жестче, именно в первую очередь к самому себе. Потому что часто бывает, что вот этого чуть-чуть в спорте высших достижений, к сожалению, не хватает. Но вот представители, которые сейчас здесь на передаче, что Миша, что Лиля, есть еще ряд других спортсменов, они, конечно, отличаются от этого. Поэтому я призываю родителей наших петербургских детей меньше жалеть, а больше именно находить хороших тренеров, педагогов и отдавать именно вот эти виды. Потому что, ну, это нужно. Илья, ну вот скажи, ты говоришь про тренеров, педагогов. Существует много частных клубов под Хэквондо. Очень много. Это хорошо, плохо или какая-то здесь есть недоработка. Как выяснить, да, в какие клубы стоит обращаться, в какие нет? Не все сразу попадают к ПАКу. К твоему брату, Андрею. Становятся чемпионами, да. Ну, дело в том, что действительно, это такой очень сложный момент. И родители, конечно, для родителей очень важно отдать своего ребенка хорошие руки. Да, тренеров много. Но я советую... Илья, я тебя еще перебью. Много федераций. Вот Хэквондо там пять или шесть, если я начну сейчас там своими знаниями, это никому не интересно, но их пять или шесть федераций. И каждый говорит, только там глобально Хэквондо самое лучшее. Другие говорят только ВТФ. Третьи говорят только ИТФ. И люди путаются. Ну, в данной ситуации, опять же, повторюсь, как я советую родителям. Первое, определиться, олимпийский или не олимпийский вид. Если им без разницы, а им важно в большинстве случаев именно, чтобы ребенок развивался. Дальше смотреть не на вид спорта, а смотреть именно на тренера. Рецепт, на самом деле, для меня простой. Это посидеть две-три тренировки и посмотреть, как тренер общается с детьми. Там сразу видно, любит тренер детей или не любит. Если он любит, то даже если где-то ошибается, то все решаемо. А если он просто проводит тренировки для того, чтобы, извините, собрать денег, то, конечно, тут тоже будет это видно. Поэтому просто обратная связь через ребенка. А скажи, вот есть такая замануха, я это знаю. Желтый поезд, красный поезд. Это вот как? Вот ты пришел, полгода позанимался, все, сейчас сдаешь сертификат на белый поезд, на красный поезд. Все это стоит копеечку. Это мы понимаем, что это в рамках негосударственных историй. Но люди на это идут. Хорошо, это плохо, надо подождать, посоветоваться. Но здесь уже это все-таки на совести тренера. Все-таки те дети, которых я курирую, они экзамен сдают раз в год, и то не все родители подтвердят это. Поэтому я просто, если ребенок не готов, я родителям объясняю, почему обычно это случается, потому что ребенок пропускает. В данной ситуации многое зависит от тренера. Все-таки цветные пояса, они не просто так придуманы. Действительно, ребенок, который получает желтый пояс или там синий пояс, он... Ну, стимул некий. Да, это стимулом. Но смотря как, опять же, тренер преподает. Родители увидят, что это либо просто, извините, сбор денег, либо это действительно делается для развития ребенка. Все-таки я считаю, что развитие ребенка должно стоять на первом месте, а не деньги. Вопрос от слушателя. Так как же все-таки правильно? Тхэквондо или Тэйквондо? Это со времен еще боевиков 90-х, мне кажется. Да, вопрос действительно интересный. Но скажу так, я маленькую историю расскажу. Покойный Цой Минчер в свое время, ну, это было в конце 80-х, начало 90-х, он назвал именно, как сейчас пишется, Тхэквондо. Я, будучи в Корее, слушаю корейцев и разговариваю с ними, они говорят без буквы «Х», просто «Тэквондо». Тэквондо. Да, но Цой Минчер вел этот «Хэквондо», и поэтому люди немного путаются, поэтому и получается, что у нас и в Минспорте уже написано «Тэквондо», а так корейцы, они просто говорят «Тэквондо», без «Х». Так что ошибкой не будет, да, если сказать «Тэквондо». И так, да, говорите просто «Тэквондо», не ошибитесь точно. Лилия, а вам вопрос, сколько нужно заниматься «Тэквондо», чтобы научиться постоять за себя? На ваш взгляд. Ну, мне кажется, этот спорт не то, чтобы... Ну, это понятно, если так, грубо говоря. Если так, то... Хотя бы успеть вовремя увернуться, развернуться и убежать. Вот давайте... Я думаю, минимум года три. Года три, ничего себе. Да, чтобы пока выучить все удары, технику правильную, выполнение. Ага. Будет достаточно. Эдуард? Михаил, вопрос к тебе. Есть у тебя какие-то дальнейшие планы по повышению собственной квалификации? Учеба, хобби какое-то, где ты будешь понимать, что это вот еще тоже твой плюс и твой такой багаж будет идти с тобой дальше? Учу сейчас на второй магистратуре в РАНХИКС на государственное управление. Вот. Поэтому постараюсь закончить, а там дальше как получится, если получится это реализовать. Но Лесхов-то у тебя уже образование есть. Лесхов-то у меня уже есть. Тренерский. Да, да, магистратура там закончена. Сейчас я пошел на вторую магистратуру в РАНХИКС. Это мы все к чему, Дмитрий? 1 сентября скоро. Видишь, какие у нас спортсмены образованы. Да, да, да. И я подумал, какой управленец будет серьезный. Хороший, да. Да, 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 с хорошей закалкой и физической подготовкой. Лиля, а у вас как с образованием? Я сейчас учусь, перешла на четвертый курс училища Олимпийского резерва номер один. Вот. В этом году планирую заканчивать и тоже поступать в Лесхов-то. На тренерский. Да. Ну, остается только пожелать удачи. Да. И чтобы все ребята, юные спортсмены равнялись на таких орлов и орлиц. Причем удачи как в обучении, так в спортивной, конечно же. Уверен, уверен я, что золотая медаль точно будет. И все только начинается. Присутствие медалей уже прекрасно, а когда она золотая, то ждем. И когда еще командная золотая. Командная золотая, да. Это вообще дорогого стоит. Ну что, удачи вам. Выигрывайте, побеждайте, тренируйте и приходите к нам сюда на радио «Зенит». Я просто хотел бы два слова все равно сказать, если ваше решение. Дело в том, что в данной ситуации вот эта «Спартакяда сильнейших», она действительно была организована на очень высоком уровне. Я просто был на разных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх. Действительно, все было продумано, начиная от проживания, питания, трансфера и самого проведения соревнований. Было очень много волонтеров, поэтому я хочу поблагодарить и министерства спорта, и всех людей, которые принимали участие в организации этих соревнований. Еще я хочу, конечно, поблагодарить наш комитет с председателем, который нас поддерживает, руководителей спортшкол. В данной ситуации, действительно, вот в начале передачи сказали, насколько стал популярным наш вид спорта. Действительно, олимпийская медаль, и не только Михаил, а вообще российское «Тайквондо». На сегодняшний момент «Тайквондо» в России очень популярно. У нас на Всероссийском соревновании больше тысячи участников. Поэтому я считаю, что мы, как тренеры, несем определенную социальную ответственность. И, конечно, приложим все усилия для того, чтобы наш вид спорта не только физически развивал, но и психологически, и умственно также. Да, Илья, спасибо. Очень важно, что вы все это так правильно понимаете. И действительно, глава комитета по спорту Антон Шантырин называет спорта гиаду сильнейших не просто каким-то стартом очередным, он называет его главным стартом года. И мы еще раз вас поздравляем. Миша, Лилия, вас, Илья. И желаем всем нашим землякам, петербургцам успехов на этом действительно крутом спортивном форуме. Спасибо, будем стараться. Ну, а мне приятно, что и радио «Зенит», хоть и маленький, но вклад в популяризацию такого вида спорта, как тэквондо. Тэквондо? Тэквондо. Тэквондо, Тэквондо. Ну, я как кореец уже сказал, да, тоже привносит. Спасибо вам, приходите в гости к нам почаще. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья.